US Gold – новый производитель золота и меди из Вайоминга. Эд, прежде чем мы перейдем к обсуждению вашей фантастической компании, расскажите о золоте. Кажется, стоимость золота начала повышаться. Цены на золото действительно начали расти, Йохен. Я думаю, 2018 год будет очень удачным для всех драгоценных металлов. Совсем недавно мы видели, что в Давосе заявления министра финансов США Стивена Мнучина способствовали снижению курса доллара. Он сказал, что его не беспокоит, как будет изменяться курс валюты. Поэтому, скорее всего, курс доллара будет довольно слабым на протяжении всего 2018 года. При этом цены на золото взлетят. Уже сейчас цена составляет 1360 долларов. Большинство технических аналитиков говорят о четком сигнале на покупку. В целом, сейчас очень интересное время для этой сферы. Какие цифры вы ожидаете увидеть? Я не удивлюсь, если цена достигнет отметки в 1400 долларов, затем столкнется с небольшим сопротивлением. Мы уже давно стремились к началу солидного восходящего тренда. И все в нашей сфере знают об этом. Но я лично считаю, что это произойдет в этом году. Как только цена достигнет отметки в 1400 или 1450 долларов, я не удивлюсь, если позже она повысится до уровня в 1700-1720 долларов. В целом, я настроен очень оптимистично. Отлично. Если вы оптимистично настроены по отношению к золоту, то и по отношению к акциям добывающих компаний. А вы являетесь генеральным директором фантастической компании US Gold. Давайте поговорим о ней. У вас несколько проектов. Расскажите о них подробнее. С удовольствием. Мы очень довольны тем, чего нам удалось достичь. Для всех телезрителей я расскажу вкратце о нашей истории. У нас есть два основных актива. Первый – это проект «Опер Кинг», который находится в штате Вайоминг. Этот проект находится уже на одной из последних стадий. Мы уже определили залежи ресурсов. Мы провели предварительную экономическую оценку и совсем недавно ее обновили. Это отличный проект. Также у нас есть два проекта по исследованию золотых месторождений. Они расположены в Неваде, в районе золотоносного пояса Кортес. На юг от региона Кортес-Хилл, трубопровода и крупной шахтой компании «Берикс Голд». Эти проекты называются «Кистоун» и «Голд Бар Норс». Оба проекта возглавляет Дэйв Мэкисон, легендарный геолог из Невады. Отлично. На экране мы видим некоторые фотографии мест проведения буровых работ. Давайте вкратце поговорим о проекте «Кистоун». За 2017 год вы проделали очень много работы, а в 2018-м планируете сделать еще больше. Расскажите, что вам удалось реализовать в прошлом году и чего вы хотите достичь в этом году на проекте «Кистоун». А затем мы перейдем к обсуждению производства. С удовольствием. Итак, 2017 год был очень интересным в контексте проекта «Кистоун». Мы провели множество геофизических исследований. С нами работает обширная команда консультантов и подрядчиков, в том числе Дэйв Мэкисон и Нил Витмар. Они являются операционными менеджерами. Этот год был очень загружен. Кроме программы бурения, как я уже сказал, мы проводили геофизические исследования, брали пробы почвы и породы, а также составляли подробную карту проекта. Мы проделали невероятные объемы работы. На проекте «Кистоун» никогда не применяли современные технологии исследований, как это делаем мы. Мы проводили бурение летом и выпустили соответствующие пресс-релизы. Нам понравилось то, что мы увидели. Это было исключительно поисковое бурение. Дэйв Мэкисон пробурил эти скважины в первую очередь для получения дополнительной информации. Мы использовали комбинацию алмазного бурения, которое мы применяли ещё с 2016 года, и бурение методом обратной циркуляции. Мы достигли глубины в 610 метров, и результаты бурения показали, что у нас подходящая основная порода. Мы видим отличные сечения карбоната кальция между пластинами верхней и нижней породы. Это настоящая золотоносная порода. В этих сечениях содержание золота просто аномальное. Это говорит Дэйву Мэкисону о том, что мы нашли целую систему золотых месторождений в регионе Кистоун, и это золото со временем попало в основную породу. Мы видим аномальное содержание золота и рекордное содержание мышьяка, реальгара и урпамина. Это всё признаки массивной золотой системы. Мы обнаружили всё это осенью. В ноябре мы пробурили ещё несколько пробных отверстий. Сейчас мы ожидаем итоговые результаты, и мы их опубликуем в ближайшем будущем. На проекте Кистоун наступило очень интересное время. И, конечно, в 2018 году вы планируете ускорить эти процессы, верно? Сейчас мы работаем над всей информацией, которую нам удалось собрать в 2017 году. У Дэйва Мэкисона есть свой процесс работы. Если вы посмотрите на его историю успеха, то он основал компанию Gold Standard Ventures, затем работал в Newtmonton Resources. Он проводит бурение для того, чтобы получить информацию, затем проводит дополнительные геофизические исследования, исследует образцы почвы, а затем определяет цели. Он называет этот процесс «векторинг». Нужно найти вектор в направлении самой высококачественной зоны минерализации. И наша главная задача на 2018 год – найти такую зону. Мы хотим пробурить скважину как раз в центре такого месторождения. И, кажется, мы уже очень близки к этому. Отлично. Давайте поговорим о проекте «Коперкинг». Он уже очень близок к началу производства. Этот проект находится на расстоянии 34 километров от города Шайен, который мы видим на экране. И недавно вы опубликовали фантастическую предварительную экономическую оценку. Давайте поговорим о ней. Какие цифры вы получили? С удовольствием. Мы очень рады полученным результатам. Компания Mind Development Associates помогла нам обновить историческую предварительную экономическую оценку. Обновленную версию мы опубликовали в начале декабря 2017 года. Новая оценка была составлена с учетом обновленных цен на золото и медь. Как мы видим на слайде, они использовали цены на золото в 1275 долларов. И для меди – цену в 2 доллара и 80 центов. Как ваши телезрители знают, сегодня цена на золото и медь уже повысилась. Но это консервативные расчеты. Также мы составили отчет о содержании ресурсов 4301. В целом мы учитывали цены за три предыдущих года и делали прогнозы на два года вперед. Поскольку вы все это делали в декабре, то я уверен, что вы брали в расчет и декабрьские цены, верно? Я имею в виду цены на нефть, сталь и так далее. То есть это актуальные цифры. Это очень важный момент. Если мы говорим о капитальных затратах, которые необходимы для того, чтобы вывести проект Копперкинг на производство, то очевидно, что размер депозита пока что не изменился. На все еще требуется примерно 1 миллион 100 тысяч унций золота и 300 миллионов фунтов меди. Но мы обновили все данные о затратах на производство в декабре 2017 года. И это очень точные данные. На данный момент капитальные затраты для начала производства на этом проекте составляют примерно 113 миллионов долларов. Ранее эта цифра составляла 105 миллионов. Это не такая уж большая разница. Именно такая сумма требуется для начала добычи. Экономические показатели выглядят очень хорошо. Внутренняя норма рентабельности составляет 33%. Мы полагаем, что чистая стоимость проекта составит 178,5 миллиона долларов. Потенциальный срок жизни шахт – 17 лет. А объемы добычи составят более 40 тысяч унций золота в год и 10 миллионов фунтов меди в год. Это очень интересный документ, который показывает, что Копперкинг – это очень хорошее месторождение. Мы также считаем, что оно обладает дополнительным потенциалом в контексте исследований. И мы развиваемся в обоих направлениях. То есть проводим дополнительные исследования и пытаемся получить все разрешения, необходимые для начала производства. Отлично. Именно этим вы планируете заняться в 2018 году. Вы также продолжаете бурение. Кажется, вы проводили законтурное бурение, но еще не получили результаты. Вы довольны тем, что уже успели увидеть? В конце 2017 года мы пробурили еще четыре отверстия на проекте Копперкинг. Это была очень скромная программа, но нам удалось провести два геофизических исследования на проекте, а также аэромагнитную съемку. Мы использовали эти данные, чтобы определить новые цели для бурения и пробурили четыре отверстия. Мы все еще ожидаем результаты этой программы бурения. Те скважины действительно находятся на расстоянии от существующих залежей. Я полагаю, всем телезрителям будет интересно узнать о наших результатах. Если нам повезет, то мы узнаем, что у этих залежей есть потенциал к росту. И мы считаем, что у них действительно есть такой потенциал. В 2018 году мы будем агрессивно продвигать такой подход. Как вы, вероятно, считали в одном из наших последних пресс-релизов, мы совсем недавно завершили первое публичное размещение наших акций на сумму в 5 миллионов. И теперь у нас довольно стабильные финансы. У нас нет долгов и 8,5 миллионов долларов наличными. Вам хватит этого на 2018 год? Мы хорошо профинансированы для реализации агрессивной программы исследования на проекте Keystone. Также мы планируем проводить агрессивные исследования и получить разрешение на начало производства на проекте Copper King. Отлично. И последний вопрос. Когда, по вашему мнению, будут доступны результаты бурения? Ведь они могут стать следующим толчком. Примерно через 4-8 недель или через 3 месяца. Намного раньше. Мы надеемся получить их уже через 2 недели. В конце января, в начале февраля 2018 года. Мы получим результаты и, конечно, сообщим о них рынку. Это будет уже очень скоро. Отлично. Я желаю вам удачи. С нетерпением буду ждать публикации результатов. Продолжайте бурение. Спасибо, Йохен. Спасибо, что пришли к нам в студию. Дамы и господа, у нас в студии был Эдвард Карр, президент и генеральный директор компании US Gold. Вы сами слышали, компания хорошо профинансирована. У них 8,5 миллионов долларов на счету. Мы ожидаем публикации результатов бурения. Они хотят и дальше активно проводить исследования, а также начать производство меди и золота на проекте Copper King. С вами был Йохенштейгер. Эта программа была подготовлена при сотрудничестве Комодити ТВ и Дугас Копи ТВ. Благодарю за внимание.